Доброе утро. Давайте потихоньку начинать. У нас в этот раз не было домашек. Я подумал, что лучше сначала все-таки разобрать несколько примеров по поводу материала, который мы в прошлый раз проходили. И давайте мы с этого начнем. Доброе утро. Так, смотрите, давайте я напомню, что мы в прошлый раз обсуждали уравнение в вариациях. Давайте я напомню, что это такое. Значит, вот есть у нас какое-то уравнение типа x в точке равняется f от tx. И у нас есть решение с начальным условием x в точке t0 равняется какому-то x0. Давайте мы его как-нибудь обозначим. f от tx0. И нас интересовало следующее. Значит, мы возьмем какой-то x0 плюс delta x, какое-то сдвинутые начальные условия. И нас интересовал такой вопрос. Какова производная dφ? Давайте я просто напишу так. Производная dφ по dx0. Ну вот мы зафиксировали какую-то точку x0 и считаем производную. Ну давайте, может быть, чуть более аккуратно будет. Я напишу так, что... Значит, меня интересует вот такая вот производная. Ну вот в какой-то фиксированной точке x0. Так что давайте я скажу, что это меня интересует. В точке delta x равняется 0. И мы обсуждали, что если вот эту штуку обозначить за какую-то новую переменную, какой-то новый y, то на y будет такое уравнение. y с точкой равняется df по dx от t здесь будет... Давайте я сюда поставлю φ. tx0 умножить на y. И дальше решая это уравнение, в принципе, можно найти эту вот штуку. Ну давайте разберем какой-нибудь простой пример. Я хочу начать с какого-нибудь примера, где можно прям посчитать решение, убедиться в том, что оно действительно работает так, как заявлено. Давайте рассмотрим какой-нибудь пример, в котором можно решить наше уравнение при всех начальных условиях. Посмотрим, как это работает. Ну, скажем, что-нибудь в таком роде. Допустим, x точка равняется... Скажем, t деленное на x. Допустим, x точка равняется... Значит, мы можем такое уравнение явно решить. Давайте посмотрим, что у нас здесь получится. dx по dt равняется t деленное на x. dx умножить на x равняется... dt умножить на t. Можно проинтегрировать. И получается какая-то такая штука. Значит, x квадрат пополам равняется t квадрат пополам плюс константа. Значит, у нас x от t. Это есть... Можно все умножить на 2, чтобы не таскать с собой эту двойку. Это есть квадратный корень из t квадрат плюс константа. Ну, и давайте скажем, что у нас есть начальные условия. x0 равна x0. Тогда нужно выразить константу. Тогда наша константа – это просто... просто x0 в квадрате. Итак, значит, решение с начальным условием... x от 0 равняется x0 выглядит так. Значит, вот это наша функция phi от tx0. И она есть просто корень из t квадрат плюс x0 квадрат. Вот. Теперь, что происходит? Вот, собственно говоря, что я хочу найти? Я хочу вот от этой функции найти производную по вот этому x0. то есть я хочу понять, что будет происходить, когда x0 будет меняться. Ну, давайте... Давайте попробуем сделать это так, как нас учит вот это утверждение. А потом сравним с тем ответом, который можно найти явно, потому что в данном случае можно найти явное решение. Давайте возьмем какой-нибудь... Ну, давайте просто запишем вот эту вот штуку для данного случая. Попробуйте сами написать. Что получается, если я напишу вот это вот уравнение? Сейчас. А вот то, что снизу, это оно к чему написано? Вот это? Да. Ну, вот... Там где кое-нибудь такое. Ну, смотрите. Значит, я хочу... Я хочу сейчас проверить, что вот эта вот вся наука действительно работает. Что если я действительно найду вот эту вот производную, значит, производную dfee по своему второму аргументу, по начальному условию. Сейчас ничего не видно. Вот. То есть, если я найду производную dfee по своему второму аргументу, по начальному условию, то, по идее, я должен получить штуку, которая удовлетворяет вот этому уравнению. Стоит, я сейчас хочу это проверить. А именно, я в данном случае могу просто найти явно решение. Вот оно. И, значит, я хочу проверить, что действительно оно будет удовлетворять вот этому уравнению. Ну, чтобы это проверить, нужно сначала это уравнение написать для данного. А, то есть, идея в том, что мы сейчас явно нашли решение без этого способа, и хотим этот способ использовать, чтобы проверить. Понял. Да, совершенно верно. То есть, мы сначала проверку посчитали, а контроль, а потом уже то, что... Да, но мы ее еще не досчитали, мы посчитали то, что нам понадобится, потому что нам еще нужно эту штуку продефилицировать по x0. Да, а потом сверим с тем, что у нас получится вот из этого вот уравнения. Давай теперь напишем вот это вот уравнение. Сейчас и здесь f от t делить на x уходит, да? Да, да, совершенно верно. И мы хотим решить уравнение, значит, его продеференцировать по x, умножить результат на y и решить такое уравнение. Угу, да. Ну, для начала это уравнение нужно выписать. Значит, y-точка равняется кому? У нас здесь... Такой вопрос возникает. Угу. А мы t по x, когда деференцируем... То есть, вроде бы, оно как-то от x... Точнее, x зависит от t. Ну, смотрите, вот, когда мы пишем вот эту вот штуку, df по dx, мы просто, мы просто вот смотрим, как устроена функция f. Это функция двух переменных. Времени x. И мы деференцируем ее по одной из этих переменных. То есть, то, что мы отсюда будем подставлять какие-то другие функции, то, что мы отсюда будем подставлять какой-то fi, и так далее, это уже следующий шаг. Сначала нам нужно просто честно взять и посчитать вот эту производную. А, ну, я просто к тому, что у нас же f равно t делить на x, верно? Да, 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 да. В данном случае это именно так. И вопрос в том, производная самого по себе t по x, мы ее считаем равной нулю? Не важно. Мы считаем частную производную. Вот у нас есть функция f от двух переменных. Мы считаем частную производную. Частная производная – это означает, что вы одну переменную фиксируете, а другую переменную меняете. Сейчас частную производную вообще можно считать, когда у нас переменные ненезависимые? Ну, кто же нас запретит? А, я просто не был уверен, что ее можно тогда зафиксировать. Нет, ну, как бы формально вы можете это сделать. Вопрос в том, какой результат при этом получится, но в данном случае получится результат, имеющий смысл. Потому что на самом деле мы сейчас применяем теорему производной сложной функции. И мы после этого подставим, ну, как бы у нас здесь возникает вот это вот произведение. Нас интересует, как при фиксированном t… Вот смотрите, почему… Я, кажется, понял ваш вопрос. Смотрите, на самом деле, что у нас происходит? Значит, вот когда мы смотрим… Нас интересует вот такая вот штука. Производная, частная производная φ по начальному условию. При этом время фиксировано. То есть вот… Вот давай я тебе картинку нарисую. Значит, вот у нас есть наше, допустим, начальное условие. t0, x0. Вот мы выпустили из него траекторию. Дальше мы взяли и зафиксировали какой-то конкретный момент времени. Давайте я напишу, что это момент времени t1. И меня интересует сейчас производная вот такой функции. Значит, я сдвинул начальное условие в какую-то точку. x0 плюс дельта x. Посмотрел на то, как теперь идет мое решение. И меня интересует производная вот такой функции, которая показывает мне, куда я попаду вот в этот момент времени t1 в зависимости от того, откуда я здесь выходил. Эта штука вот в этой функции t1 фиксирована. А меняется начальное условие. Поэтому тот факт, что мы в какой-то момент рассматривали саму вот эту функцию, которая показывает, как x связан с t, сейчас нам не важно, потому что мы зафиксировали конкретный момент времени, который нас интересует. И для этого момента времени мы спрашиваем про связь между значением нашей функции в этой точке и вот этой фиксированной точке и начальном условии. Так что тут все корректно. То есть как бы фиксирование времени, оно начинается вот здесь. Когда мы говорим, что мы вот здесь, спрашиваем именно про частную производную. Но это частная производная имеет смысл, потому что наше решение, оно… вот этот вот x0, это же не x, это не точка в произвольный момент времени. Это начальное условие. Так что тут вот этот x0 и вот этот вот t полностью независимы на самом деле. Потому что вот этот t – тот момент времени, который нас интересует, а этот x0 – это начальное условие вообще в какой-то другой момент времени. Так, ну что, почему уравняется, как записать правую часть нашего уравнения? Значит, уравнение вот такое. f-ка вот такая. Ну давайте, чем равна производная dfpdx? Минус t на x квадрат. Отлично. Значит, минус t на x квадрат. Давайте мы пока это в таком виде оставим. И теперь нам это дело нужно умножить на y. То есть возникает вот такое уравнение. Единственная проблема, что в этом уравнении сейчас в левой части есть y, а в правой есть и y, и x. И по идее мы вместо вот этого xA должны подставить наше решение. То есть на самом деле уравнение будет выглядеть так. Вместо xA подставить решение? Да, ну вот давайте сейчас искать. А, потому что у нас x – это и есть решение уравнения. Ну да, потому что вот. Потому что вот мы должны вот сюда вот подставить наше уравнение. То есть подставить вот эту самую нашу функцию f. Но давайте, скажем так, давайте вот будем рассматривать начальные условия. x0 равна… На самом деле здесь можно было бы чему угодно брать, но давайте для простоты пусть будет нулю. Если x0 равняется нулю, то как у нас устроено решение? Значит, чему равняется решение? Корень что-то… Так, сейчас. Плохо рассматривать x0 равную нулю, потому что в нуле… Потому что в нуле эта штука вообще неопределена. В нуле у нас… При x равном нулю у нас уравнение вообще неопределено. Давайте начальные условия x0 равны единице, что ли, возьмем. Будет, может быть, чуть-чуть посложнее писать. Нет, так нормально. Значит, если x0 равняется единице, тогда решение у нас будет корень из t квадрат плюс один. Сейчас, а это мы знаем из того, что раньше посчитали явным способом. Да, да, да. А это нормально, что мы в этом решении хитрым способом, который нужно, чтобы решать уравнения, которые явным способом не решаются, мы берем и подставляем что-то из явного способа? Да, потому что обычно делают так. Обычно уравнение в вариациях используется вблизи тех решений, которые мы найти можем. То есть, ну вот в данном случае у меня уравнение устроено так, что здесь без разницы. мы нашли решение при всех начальных условиях. Но довольно часто оказывается так, что мы при каком-то конкретном начальном условии можем найти решение, а при других нам это сделать сложнее. То есть мы нашли какое-то частное решение, а общее найти не можем. С помощью уравнения в вариациях хотим найти общее хотя бы в какой-то окрестности. Ну, да, не само общее решение, но, по крайней мере, его первое приближение, по крайней мере, его производное. Вот. Так, давайте смотреть, чего у нас здесь есть. Значит, у нас получается вот такое уравнение. у с точкой равняется минус t разделить на x квадрат, то есть t квадрат плюс 1 и умножить на y. Получается вот такое уравнение. Это, на самом деле, снова линейное уравнение с переменными коэффициентами, потому что вот относительно y, оно линейно, да, при каждом фиксированном t вот это, это просто константа, и поэтому получается уравнение линейное относительно y. И это всегда так будет, уравнения в вариациях, они всегда линейные относительно y, а так они устроены. Вот. Но дальше, ну, давайте действительно проверим просто, что наше... Значит, что если мы возьмем теперь вот эту вот штуку, продифференцируем ее по x0 и поставим вот в это уравнение, то получится действительно, что оно удовлетворяет этому уравнению. Значит, φ от tx0 я ее дифференцирую по x0. Так, кто умеет дифференцировать сложную функцию? Корень из t квадрат плюс x0 в квадрате, продифференцировать по x0. Значит, меня, на самом деле, это все... Какую функцию мы дифференцируем? Сейчас вот φ, вот эту вот функцию дифференцируем, наше решение. Это 1 делить на 2 корня из того, что там написано, и умножить на 2x0. Так, да. Значит, производная внутренней функции 2x0 разделить на 2 корня из t квадрат плюс x0 в квадрате. Значит, и я подставляю в эту производную x0 равную единицу, потому что это то решение, вблизи которого нас сейчас все интересует. И получается такая штука 2 разделить на 2... Так, двоих-то можно давно сократить. Единица разделить на корень из t квадрат плюс 1. И давайте теперь проверим, что действительно вот эта штука удовлетворяет вот этому уравнению. Значит, можно просто подставить и посмотреть, что получается. Значит, я теперь должен вот эту вот штуку, которую у меня получилось продифференцировать по времени. Значит, dpdt. Значит, что здесь получается? Здесь получается t разделить на... Сейчас. Нет. Это что-то нужно... Корень какой-то. t квадрат плюс 1 в степени минус 1 вторая. Нужно взять производную. Ох-ох-ох. Минус 1 вторая. t квадрат плюс 1 в степени минус 3 вторых. Умножить на 2t. Минус t. Разделить на корень с t квадрат плюс 1 в третьей степени. Или, иными словами, минус t разделить на t квадрат плюс 1. Сейчас вот такой вопрос. Я просто немного, может, чего-то не понял. Вот мы составили это уравнение, что y с точкой равно минус t делить на t квадрат плюс 1 на y. И меня смущает, что мы вроде бы получили более сложные уравнения, хотя хотели бы все-таки упростить. Ну, как бы никто не обещал, что оно будет простым. Оно будет линейным. И мы получили линейное уравнение. Линейное уравнение в некотором смысле проще. Не линейное. Но то, что в результате вот это уравнение получилось не проще, чем исходное. Где у нас тут исходное? Вот оно. Но это нормальная ситуация. Никто не обещал, что оно будет хоть в каком-то смысле проще. Просто вопрос, зачем мы это делаем, если это не упрощает. Нет, ну смотрите, оно на самом деле упрощает. Сейчас посмотрим на какой-нибудь другой пример, где мы не сможем так просто. Во многих ситуациях оно позволяет нам либо явно найти решение, либо, по крайней мере, что-то про это решение сказать. Но вот конкретно сейчас, вот смотрите, у нас исходное уравнение, оно было нелинейным относительно x. Да. То уравнение, которое в результате получилось, вот это уравнение, оно линейно относительно y. Линейное уравнение с линейным уравнением работать приятнее, чем с произвольным нелинейным. Да, просто вопрос в том, что мы вроде дальше ничего и не делаем. С этим уравнением? Да. Ну, понимаете, это я сейчас показываю, как бы, моя задача сейчас это не найти вот эту вот штуку из вот этого уравнения, а моя задача, в принципе, проверить, что наша теорема работает, и заодно посмотреть глазками, что означают все элементы этой теоремы. А, просто у меня вопрос в том, что вроде мы его получили, но не очень понятно, какие из этой записи можно сделать выводы. Сейчас рассмотрим другую задачу, и там будет более понятно. Ну, кроме того, что это что-то вроде этого... Не, ну, в принципе, это уравнение тоже можно... Узла только его как-то по времени расплющили. Это уравнение, да, это уравнение тоже можно решить в явном виде, там возникает, ну, там нужно будет интегрировать вот эту штуку. На самом деле у таких уравнений всегда решение устроено так, это экспонента от интеграла от вот этой штуки. Вот, ну, мне сейчас просто не хочется... Ну, то есть ясно, какой фазовый претриент? Ну, в принципе, здесь все ясно, здесь все мгновенно находится, на самом деле. Но тут, правда, здесь фокус не слишком убедительный, потому что здесь все было ясно и по исходному уравнению, потому что мы сразу же выписали решение. Но в других случаях это будет не так. Вот. Ну, давайте все-таки проверим, что действительно наша функция этому уравнению удовлетворена. Сейчас такой еще вопрос о преимуществе того, что вы линейное, что мы можем просто взять соответствующий фазовый портрет для линейного, а дальше представить, что вот это выражение с t – это некоторый коэффициент, от которого этот фазовый портрет зависит, и когда строим интегральную кривую, его можно будет… Ну, это в какой-то мере правда, по крайней мере, у нас есть интуиция насчет того, как ведет себя это уравнение. То есть мы видим здесь, что поскольку оно линейное, то, допустим, вот если вот эта вот штука у нас положительная, скажем, при положительном времени, это так, да, то понятно, что у нас y будет стремиться к нулю, потому что вот на него действует вот это вот сжатие, которое здесь возникает из-за того, что вот этот коэффициент становится отрицательным. Но на самом деле здесь можно получить больше, чем то, что я сказал, потому что здесь, я говорю, у таких линейных уравнений просто мгновенно выписывается явное решение. Вот. Итак, значит, что получается? Вот мы нашли эту самую производную, и давайте проверим, что действительно удовлетворяет нашему уравнению. Значит, вот это мы нашли, это мы нашли левую часть, это мы нашли вот эту вот штуку, и давайте проверим, что действительно она соответствует правой части. Значит, нам нужно… Что у нас здесь в правой части написано? Значит, вот это вот написано, вот этот вот y с точкой написано. Точнее, все вот это вот выражение. Значит, а в правой части у нас написано минус t разделить на t квадрат плюс 1 и умножить на y. А кто такой y? А y – это как раз вот это же самое наше производное. То есть, вот она. И действительно, если сравнить вот эту штуку с вот этой штукой, то видно, что равенство выполняется. Как, согласны? Понятно, что произошло? Сейчас равенство выполняется в смысле, что t делить на t квадрат плюс 1, если еще это с минусом выделяется. А вот тот корень, он… Это мы, по сути, правую часть выписали, да? Ну, как? Ну, да. Вот сейчас вот эта штука – это просто y. Вот y и y – это наша вот эта вот производная. А, и производная от y равна вот этому, да, тарапайку. Значит, вот эта штука – это наш y. Вот это вот это y с точкой. Да, потому что вот мы брали вот эту штуку – это опять же y. Вот эта штука – это y. Да, ну, то есть, фактически, что произошло? Вот, смотрите. Значит, у нас решение, на самом деле, у этой штуки – это вот такие гиперболы. Гиперболы? А, в смысле, интегральные кривые, не фазовые протеи. Да, интегральные. Значит, x. И, значит, если у нас x – это и есть корень из t квадрата плюс x0 квадрата, то это что такое? Значит, t квадрат плюс x0 в квадрате. Значит, как выглядит такая штука? Ну, вот мы стартуем с точки x0. Ну, и дальше у нас тут есть какая-то такая вот штука. И сейчас мы посчитали вот такую вещь. Значит, у нас есть какое-то смещённое начальное условие. Соответственно, мы для всякого момента времени, вот мы рассматриваем какой-то фиксированный момент времени t и смотрим, как у нас начальное условие, изменение начального условия здесь влияет на изменение нашего решения вот здесь. Значит, как раз вот эта частная производная, dfipo dx0, значит, вот она. Она сама зависит от времени, то есть она сама зависит от вот этого момента времени t. И зависит она вот так вот, как написано. То есть, в данном случае, чем дальше… Ну, как бы здесь видно, что вот эта производная, например, она убывает по времени. Давайте посмотрим, чему это соответствует вот здесь вот на картинке с траекториями. Почему она… Почему как геометрически увидеть, что производная, вот эта производная, которая нас интересует, что она убывает со временем? Что это означает? Например, вот так, как я нарисовал картинку с траекториями, похоже на то, что она убывает или нет? Если вот так вот я сделаю. С виду не похоже на убывающего. Не похоже. А как было бы похоже? Что означает… Если похоже, то что бы это означало? Как бы это отражалось бы на картинке? Наверное, если бы вниз. Ну, сейчас. Я же не говорю, что сама функция убывает. Я говорю, что производная убывает со временем. А, что производная убывает? Ну, по нижней похоже, по красной? По фиолетовой? Сейчас, погодите. По фиолетовой тоже похоже. Производная не по времени. Производная по x0. Производная по времени убывает, да. Я обе функции нарисовал выпуклыми вверх. Но здесь я считаю не производная по времени, я считаю производная по начальному условию. Наверное, может имеет смысл еще несколько линий-то провести, чтобы было понятно. Ну, давайте считать, что вот это вот расстояние у меня маленькое, и поэтому, на самом деле, что она достаточно маленькая. Мы хотим сказать, что произвольное по начальному условию убывает по времени, да? Да. Но вот у нас, на самом деле, вот как у нас получилось, оно убывает по времени. Чему это соответствует на картинке? Наверное, тому, что если провести еще несколько вертикальных линий, то там отношение этих отношений отрезков будет уменьшаться. Да. Да, это означает, что как вот эти вот две кривые должны вести друг от себя друг относительно друга? Они постепенно становятся более параллельными. Ну, параллельности недостаточно. В том смысле, что если они будут идти вот так, то это не то. Может, сходятся? Сходятся, да. Расстояние между ними, считаемое вот так вот по вертикали расстояния, оно должно уменьшаться. Потому что, ну, вот, ровно что такое наше вот это производное по начальному условию? Это отношение, ну, допустим, вот в этот момент времени T, это отношение вот длины вот этого отрезочка к длине вот этого отрезочка. Правильно? Вот мы T зафиксировали и дальше считаем производное по начальному условию. То есть нас интересует вот такое отображение, которое нам точку отсюда переводит в точку сюда. И его производное, это просто, ну, вот, нам нужно взять, посмотреть. Мы изменили значение икса на дельту икс и посмотреть, насколько сильно изменилось здесь значение. вот, посчитать отношение вот этого отрезка к вот этому отрезку. И это как раз, ну, как бы, это определение производной. И утверждение, например, что производная там стремится к нулю, это как раз утверждение такого типа, что это означает, что соответствующие траектории, соответствующие интегральные кривые, что они должны наоборот сходиться, приближаться друг к другу. Вот, поэтому на самом деле картинка будет устроена не так, как я нарисовал, а по-другому. Она будет устроена как-то вот так. Ну, на самом деле, давайте аккуратно построим эту картинку, давайте посмотрим, что здесь, что здесь должно быть. Вот. Значит, на самом деле у нас... Значит, на самом деле у нас эта картинка выглядит так. Это же гиперболы. И на самом деле я даже не в ту сторону их выгибаю. Хорошо, давайте я оставлю эту картинку, какую она была в назидании. И давайте построим правильную картинку. Что такое х равняется корень из t квадрат плюс х0 в квадрате? Это все равно, что х квадрат равняется t квадрат плюс х0 в квадрате. Это все равно, что х квадрат минус t квадрат равняется х0 в квадрате. Это все равно, что вот такая штука. равняется константе значит если мы сделаем замену переменных вот если скажу что-то переменную от это переменная в то у нас возникает просто уравнение вида уравняется x 0 в квадрате деленное на вы на самом деле здесь возникают вот такие вот наше решение на самом деле выглядит вот так нормализующий кредит выходит но это возникает такая же картинка которая была в случае седла линейного ну на самом деле это и это если вы запишите там соответствующие автономное уравнение то там как раз седло и получится но нам сейчас важно то что действительно поскольку это седло у него есть у него есть асимптота наклонная если вы посмотрите на эту функцию что здесь что здесь написано здесь написан квадратный корень из t квадрат плюс чего-то там то есть вот эта вот штука она имеет наклонную асимптота игрек равняется и x равняется t потому что это есть т на квадратный корень 1 плюс x 0 квадрат на t квадрат на вот эта штука стремится к нулю и эта вся штука ведется примерно как x равно t вот x равно то это вот эта вот вещь а дальше вот здесь у нас возникают разные гиперболки которые к этой самой прямой стремятся и здесь видно что действительно между ними расстояние становится все меньше и меньше это как раз соответствует тому что мы потому что мы здесь видим что у нас действительно вот это вот производная она уменьшается вот ну вот и я на самом деле моя главная цель этого примера была в том чтобы обсудить что вот это производная такое есть чтобы было понятно что происходит что именно мы на какую именно функцию мы пишем вот это вот уравнение уравнение вариаций мы пишем ее вот 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 эту вот штуку и эта штука показывает насколько сильно сбегаются или наоборот разбегаются траектории в зависимости от времени вот 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 в этом вот примере мы видим что у нас все траектории они на самом деле приближаются друг другу с течением времени ну вот по крайней мере траектории там вблизи вблизи нашей единичной траектории и мы это видим мы это видим отсюда и на самом деле мы могли бы это увидеть вот из этого уравнение потому что общее решение вот такого уравнения давайте напишем вот смотрите если у меня есть такое уравнение в более общем виде если у нас есть уравнение вида y с точкой равняется здесь какая-нибудь функция а от т и грек давайте мы это уравнение прям решим в общем виде d у на у равняется а т д т логарифм у равняется интегралу а т д т и грек равняется е в степени давайте какой-нибудь т 0 зафиксируем здесь напишу плюс константа и значит игрек равняется константа на е в степени вот такой вот интеграл то есть смотрите как вот это вот решение работает если а положительно вот если вот в какие-то моменты времени а положительно то в эти моменты времени вот в этот интеграл добавляются какие-то какие-то положительные слагаемые положительные вот этот участок носит положительный вклад в этот интеграл это означает что эта штука будет нам приводить к растяжению у нас возникает экспонент от положительного числа происходит растяжение экспоненциально наоборот если отрицательное то это начать что будет происходить сжатие поэтому вот эта вот штука она нам как раз показывает происходит происходит сжатие то есть у нас траектория приближаются друг другу или траектория отдаляется друг от друга это как раз определяется вот этой штукой и но в данном случае это это вот эта самая производная f по x ну то есть как про это можно думать вот смотрите вот есть у нас какое-то уравнение давайте я вот давайте еще такой пример рассмотрим вот пусть у нас есть какое-нибудь уравнение вот такого вида x . равняется f тx и мы знаем что f точке т 0 равняется нулю всегда для всех то давайте напишем вот для такого уравнения значит нас интересует ну понятно что если f от 0 равняется нулю то что вы можете сказать про решение вот это уравнение и решение с начальным условием ноль чему равно нашли f от 0 тоже ноль будет да давайте возьмем например скажем x в нуле равняется нулю она обязательно тождественно нулевое потому что тождественное нулевое по теме существования единственности на мы видим мы видим что вот такое вот вот такая штука ну во первых вот такая штука явно является решением этого уравнения потому что если мы берем тождественно нулевую функцию слева производная равняется нулю а справа мы ее подставляем вот сюда вот функцию f мы знаем что функция f во всех нулевых точках равна нулю действительно это действительно это решение а потерями что они есть то есть никаких других решений нет а значит вот эта штука у нас значит вот у нас решение и от а теперь меня интересует что происходит с близкими решениями я взял какую-то это близко решает как она себя ведет ну давайте посмотрим значит опять же что мне нужно сделать ну давайте давайте запишем уравнение в вариациях значит вот у меня есть решение что у меня есть фи от t x 0 опять же его дифференцирую под x 0 и подставляю x 0 равное нулю и вот эту штуку я обозначаю через y от t если можно на самом деле вот что сказать смотрите вот пусть у меня есть мое вот пусть у меня есть мое вот пусть у меня есть мое решение фи от т x 0 давайте я его разложу значит разложим вот эту штуку в ряд тейлора при фиксированном т по x 0 что получается давайте даже я вот здесь вместо x 0 подставлю эпсилон чтобы показать что это какая-то маленькая штука вопрос что получается значит фи от т епсилон равняется кто умеет в ряд тейлора раскладывать как рот тейлора записывается помните по моему там производная n-ой степени делить на факториал вот этой штуки так значит и что у нас здесь получается значит я говорю что раскладываю по эпсилон то есть я считаю что вот у меня т фиксированная а та переменная по которой мы там будем производные считать это будет как раз наш эпсилон чего здесь нужно написать на давайте какие там первые слагаемые самые первые слагаемые чему равны видимо значение функции эпсилон да давайте я скажу вот что я раскладываю в ряд тейлора при фиксированном т по эпсилон в точке чтобы что разложить что-то в ряд тейлора нужно понять в какой точке мы это делаем поскольку меня интересует окрестность вот этого нулевого решения то я говорю что я буду раскладывать в точке эпсилон равную нулю эпсилон 0 равную нулю если хотите вот значит давайте я напомню что в общем случае разложение функции в ряд тейлора устроено как-то так f от x это есть что такое ну точнее ну хорошо давайте я напишу какое-нибудь аккуратное утверждение f от x равняется чему там f от x 0 плюс f штрих в точке x 0 разделить на 1 факториал x минус x 0 f 2 штриха от x 0 на 2 факториал x минус x 0 в квадрате плюс ну там я не знаю давайте какую-нибудь о малую напишу ну а вот я написал формулу тейлора с двумя слагаемыми точнее с тремя слагаемыми до степени порядка 2 с достаточно членом форме пиано помните такую штуку вот давайте мы ее применим вот к этой штуке только я дифференцирую по эпсилону в точке 0 что нужно написать в правой части давайте диктуете нет никаких идей ну смотрите вот у меня есть функция f от t эпсилон но я сейчас зафиксировал t у меня осталась просто функция одной переменной функция от эпсилона соответственно я хочу просто просто для нее записать вот такого же типа выражения только вот здесь у меня функция f зависела от x а а моя функция f зависит от эпсилона ну давайте какой первое слагаем здесь здесь было f от x 0 что у нас здесь будет если мы в точке 0 раскладываем то f t запятая 0 да совершенно верно а дальше что будет мы не знаем чему она равна знаем сейчас напишем ну давайте пока напишем общую формулу ну тогда дальше у нас первое производное по эпсилон да ну давайте я напишу по x 0 как бы у меня изначально у нас у от t да это как раз будет наш у значит дфи по dx 0 давайте в какой точке его нужно будет посчитать его нужно будет посчитать в нуле в нуле да при при эпсилон равном нулю так и на что это дело нужно умножить на x минус 0 да а кто такой x у нас эпсилон это наш эпсилон да ну и на самом деле давайте я на этом сейчас и закончу скажу что дальше плюс у маленькая от эпсилон и теперь смотрите значит кто нам здесь известен вот в этой формуле ну вот второй слагаемый как раз так известный а первое фи от t 0 а тоже это 0 это 0 да то есть смотрите что получается получается что у нас наше наше фи оно выглядит так это наш y от t умножить на эпсилон ну плюс там какой-то маленькая от эпсилон ну маленькая то маленькая от эпсилона тоже от t зависит но при фиксированном t у нас вот так вот такое разложение то есть в принципе что это означает это означает что когда мы находим вот этот y от t мы находим примерно находим вот это самое наше значение фи ну точнее так когда мы найдем этот y от t мы знаем что ну вот что что вот это вот что это вот что это равенство говорит это линейное приближение к нашему решению но оно линейное по по начальному условию по эпсилону ну а от времени оно уж как зависит так зависит то есть мы как бы линеаризовали наше решение вот в каждой точке вот если я здесь представьте себе что я тут провожу какую-то прямую вертикальную какой-то конкретный момент времени это беру у меня здесь вот эта вот штука фи от t эпсилон она будет зависеть от ну значит это я зафиксировал и у меня здесь будет какая-то функция которая будет показывать как она меняется в зависимости от этого начального условия и вот в этом вот представлении я просто говорю что если я смотрю только на ее линейную часть то есть как я построю касательно нуля то я получаю прямую с вот таким вот угловым коэффициентом и это как раз соответствует тому что ну как бы что вот это вот расстояние равняется вот этому расстоянию умножить на вот это y от t если бы это равенство было бы точным то это бы просто бы означало бы что вот эти вот вот это вот моя кривая что она ну вот точно задается вот этим условием а это означало бы что просто все расстояния вот здесь они получаются из расстояния вот здесь умножением на констант а констант зависит от времени ну а в действительности у нас есть еще какой-то небольшой добавок поэтому эта формула как бы она хорошо работает когда эпсалон маленький то есть когда мы живем совсем в окрестности этой точки но если мы выходим за окрестность то она начинает работать хуже в общем я хочу сказать что мы ищем не просто мы ищем не просто производное решение а можно про это думать так что мы ищем мы ищем мы приближенно ищем само решение потому что если мы найдем производную то у нас работает вот такая вот формула для приближения самого решения для приближения фиотейпс вот ну и собственно говоря давайте посмотрим что у нас получается здесь если мы применим наше уравнение в вариациях так выглядит уравнение в вариациях вот для этого случая в окрестности в окрестности 0 давайте посмотрим значит вот у меня y от это дефи по дт при y0 равном нулю он не сейчас не по дт а по дэпсилон по дх0 по д x0 при x0 равном нулю вот что такое и я сейчас записываю а у меня это уже выше было написано можно было бы не повторять значит и как выглядит уравнение на y как у нас сейчас выглядит уравнение на y если мы знаем что x точка равняется вот такой функции но в принципе этом нужно просто повторить то же самое что уже было написано выше поскольку у меня правая часть это какая-то призвольная функция то просто мне нужно написать здесь df по dx подставить в нее вот что мне нужно сейчас не будет подставить ну т вроде как у нас равно нулю а или нет сейчас т у нас произвольная т какое-то произвольно фиксированное а вот что нужно вместо икса подставить мы пытаемся найти это решение в окрестности вот этого нулевого начального условия в окрестности нулевого решения так сказать x 0 поставить да поставить просто x равное нулю ровно потому что вот мы в данном случае вот в предыдущем примере мы подставляли сюда тот x который у нас вот здесь получался вот это вот решение мы подставляли ну там вот с конкретным начальным условием вот это вот решение мы на самом деле подставляли а здесь мы подставляем нулевое решение потому что мы работаем вблизи него сейчас Поэтому просто dfpdx в точке t0 умножить на y. Смотрите, чего теперь получается. Давайте я теперь вот что сделаю. Смотрите, у меня функция f от tx. Давайте я ее тоже разложу в ряд tl. Тоже по x. В точке x0 равная 0 по x. Что у меня тогда будет получаться? Значит, как разложить функцию f от tx? Опять же, при фиксированном t в ряд tl по x в точке x0 равняется 0. Что здесь написано. Ну, давайте, продиктуйте. Оно, собственно говоря, выше уже написано. Ну, вот у нас эта формула. Что нужно сделать, чтобы получить вот это разложение? Значит, такой первый слоган был. Давайте скажите, я уже даже скобку открыл. Значит, t у нас здесь каким был, таким и остается. А второй аргумент чему равен? 0. 0, конечно, да. Дальше. Плюс. Плюс что? Производное по x0 к tf умножить на x. df по dx в какой точке? В нуле. В нуле. То есть даже в точке t0 умножить на x. плюс, ну, давайте я напишу плюс умоленько от x. Так, ну хорошо. Теперь смотрите, у нас по условию, я говорил, что мы сейчас рассматриваем такую функцию, которой f от t0 равняется 0. Поэтому вот эта штука просто нулевая. То есть смотрите, что происходит. Вот я говорю следующее. Если я заменю, если я, ну, как бы вот эта вот история про линеаризацию. То есть у меня была какая-то функция f, которая была нелинейная. По обеим переменным. В зависимости от t у меня были... Ну вот, как эта штука выглядит. Давайте представим себе, что я график ее рисую. Значит, вот у меня по горизонтали пусть будет t. Вот так пусть будет x. А вот здесь пусть будет какой-нибудь z. И я рисую график вот этой функции f от tx. Для каждого фиксированного момента времени t у меня этот график устроен так. Он обязательно проходит при x, равном 0, он обязательно 0. Ну, а дальше он как-то проходит. Например, как-нибудь вот так вот он может проходить, может проходить как-нибудь вот так вот. Ну, там при разных значениях он как-нибудь по-разному может быть устроен. И что происходит, когда я вместо вот такой штуки пишу вот эту вот штуку. То есть откидываю вот этот маленький от x и смотрю просто на вот эту вот вещь. Это означает, что я в окрестности каждой точки здесь, при каждом фиксированном t в окрестности нуля, я вместо моей функции рассматриваю касательную. И вместо моей исходной функции f от tx, если я смотрю вот сюда вот, у меня возникает такая функция, которая, ну вот она сама по себе нелинейная, потому что она от t, по t нелинейная. Но возникает вот такая функция, которая, как это называется, линейчатая поверхность, у которой график линейчатая поверхность. То есть она состоит из вот таких вот, грубо говоря, у меня есть прямая, которая с течением времени наклоняется то в одну сторону, то в другую сторону. Значит, вот эта вот штука, это как бы линейризация моего уравнения. Вот это, это и есть df по dx в точке t0 умножить на x. При этом вот этот наклон, он как раз определяется вот этим вот df по dx. И теперь смотрите, что получается. Вот эта вот штука, вот та функция, которая у меня здесь написана, это в точности то же самое, что правая часть вот этого моего уравнения. Потому что, ну вот так вот оно и получается. То есть, что это означает? Это означает, что если я взял вместо моего исходного уравнения, написал его линейризацию, то и после этого решил это уравнение. То есть написал уравнение, у которого правая часть – это просто линейризованная версия моего исходного уравнения. То решением вот этого уравнения является линейризация решения исходного уравнения. То есть в неком смысле решение дифференциального уравнения и операции взять и линейризации, взять и производный, их можно переставлять местами. Можно сначала решить уравнение, а потом посчитать производную, Можно наоборот, сначала посчитать производное, а потом решить уравнение. Посчитать производное исходное уравнение, потом решить то, что... Решение, в смысле, не линейное уравнение, а просто уравнение, да? Ну, вот у нас исходно было, исходно было оба какое уравнение, у нас исходно было не линейное уравнение. Просто, да, линейное линейзовать довольно странно. Ну, если вы линейризуете линейное, то получится оно же. Вот, на данном случае у нас было какое-то уравнение. Мы его линеаризовали при каждом фиксированном t, получили какое-то уравнение линейное относительно x. Оказалось, что это уравнение линейное относительно x – это в точности наше уравнение на производное решение по начальному условию. Но, опять же, вот смотрите, что все это значит с точки зрения интегральных кривых и так далее. Вот смотрите, там, где dfpdx положительно, там вот этот коэффициент… Помните, я писал здесь решение в общем виде, вот оно, в общем виде решения этого уравнения. И здесь видно, что здесь возникает экспонент от интеграла, от вот этого как раз коэффициента. Там, где он положительный, там, где вот это dfpdx положительно, ну что это означает? Это означает, что у нас как бы вот в этих вот моментах времени у нас здесь возникает уравнение типа y с точкой равняется что-то положительное умножить на y. Это на что похоже? Как устроена динамика такого уравнения? y с точкой равняется что-то положительное умножить на y. Это как раз, Андрей, вы, кажется, говорили, значит, вспоминали, как устроены линейные уравнения, что-то про это говорили в самом начале. Декритический узел? Ну да, но только у нас здесь, ну вот в данном случае у нас все просто одномерное. У нас однопеременная, так что… Да, поэтому это на самом деле не то чтобы декритический узел, а это просто вот такая вот динамика. Все разбегается от начала координат. Значит, это в том случае, если df по dx в точке t0 больше нуля. То есть это означает, что когда вы проходите вблизи таких точек, у вас на самом деле динамика устроена вот так вот. У вас все разбегается. И наоборот, когда вот это вот производное отрицательное, это означает, что у вас там вот такая вот динамика. У вас, наоборот, все сжимается. Траектории прижимаются друг к другу. Ну вот давайте я приведу какой-нибудь пример. Еще один, скажем. Вот у нас есть такая функция. x точка равняется, скажем, sin t умножить на x плюс x квадрат. В принципе, можно было бы это уравнение тоже явно решить, потому что это уравнение, разделяющим с переменными. Но там было бы немножко муторно, потому что пришлось бы какие-то там интегралы считать довольно муторные. Не хочу. Давайте просто скажем, что вот я хочу найти производное решение dx по dx0 при x0 равном 0. Ну, давайте посмотрим, опять же, пусть у меня y, я обозначу это за y. Опять же, у меня решение с начальным условием x0 равное 0 у какого? Для этого уравнения. Значит, вблизи какого решения мы сейчас будем работать? Ну, скажите. Значит, если у меня начальное условие нулевое, что можно сказать при решении этого уравнения? То есть, какое у него есть решение с нулевым начальным условием? Там ничего не будет меняться. Ничего не будет меняться. Тождественно нулевое. Значит, вот такая штука. Вот. Ну, хорошо. Как теперь, напишите теперь уравнение в вариациях, чем уравняется y с точкой. Значит, опять же, мне нужно посчитать производную правой части. по x-у подставить. Давайте, напишите. y с точкой равно косинус t на x плюс x квадрат. Откуда сделался косинус t? Мы дифференцируем f по x. А, и тьфу. Время вообще не трогаем. Время фиксировано. Тогда, точно. Там же t, а не x. Тогда там синус t умножить на 1 плюс 2x. А что нужно поставить в качестве икса сюда? В качестве икса фи. А чем оно равно? Хороший вопрос. y. Нет, f это не y. y это производная. y это производная f. Тогда integral от y. Если я правильно помню, у нас в нуле фи был нулем. Да, совершенно верно. Тут даже это написано. Значит, мы рассматриваем. Вот нас интересует производная. А, да, мы же вблизи нуля хотим угрызить. Ну да, ну да, у вас, смотрите, тут написано. А, да. То есть вместо x поставить 0, да? Угу. Да, то есть я хотел, значит, я хочу линейализовать все это в нуле. Значит, в качестве икса можно поставить 0. То есть получается, раздается такая штука. Это синус t. Это дело нужно умножить на y. Ну, то есть, на самом деле, смотрите. Вполне естественная вещь получилась. Вот у меня была зависимость. Значит, у меня вот эта вот правая часть, она при фиксированном t от x зависит нелинейно за счет вот этого слагаемого x квадрата. Когда мы нашу систему линейализовали, мы просто фактически отбросили этот x квадрат и остался только вот этот вот x. Ну и мы вместо x подставляем y, потому что как раз мы пишем уравнение именно на производную. Ну и теперь давайте посмотрим, как вот эта штука решается. Значит, теперь у нас y от t. Это кто такой? Значит, как решить это уравнение? Значит, это уже просто уравнение совсем простое. Линейное уравнение с расстреляющимися коэффициентами, и у нас выше даже была общая формула для решения. Значит, чем уравнение с y от t? Значит, уравнение с y от t. Ну, давайте вспоминайте. Я только что писал общую формулу для решения уравнений такого типа. Ну, или можете заново его вывести. Это уравняется с раздельющимися коэффициентами. Ну, давайте вспоминайте. Уравнение с y от t тыла? Ну, нет. У нас была явная формула для... Представляете себе, что я вам просто задал задачу. Найти решение вот такого уравнения. y с точкой равняется sin t y. Как вы ее будете решать? Если правильный момент, мы еще на втором занятии обсуждали, там экспонент получается, если помнишь, Андрей. Ну да. Ну как, я, собственно говоря, только что вам показывал. Ну, как, d y по dt равняется y на sin t. Что дальше можно сделать? Как такие уравнения решаются? А, там мне нужно будет от синуса перейти к косякенсу. Боже мой, зачем косякенс? Андрей, sin t это просто коэффициент. А, стоп, сейчас. Ну, я помню, что в уравнении с создающимися переменными, там должно все-таки деление быть или умножение. Да неважно. Умножение и деление – это одна и та же операция. То есть знаешь, как сложение и вычитание – это одна и та же операция. А, я понял, я понял, про какой косякенс вы говорите. Ну да, ну, окей. Просто можно, нам в конечном итоге нужно собрать y и d y в одной стороне, а t и все, что с ним связано, и d t в другой стороне. Выходит, что d y делить на y – это sin t dt. А, ну так даже проще. Здесь действительно не нужен косякенс. Ну, конечно. Сейчас и кроме это интегрируем. Логарифм y равен минус косинус t плюс c. Да. Или сам y равен константин на e в степени минус косинус t. Вопрос на отсыпку. Чему равняется начальное условие, как найти константу? Что вы знаете про y в нуле? Нет. Значит, вот мы сейчас считаем, что у нас… Ну, это да, но как раз я хочу найти его. Значит, мы знаем, что y – это вот такая производная. Да, давайте считать, что здесь везде был t0 равняется 0. То есть, что вот этот x – это на самом деле… Значит, здесь с начальным условием везде t0 равняется 0. x – это решение с начальным условием t равняется 0, x равняется x0. Чему равняется вот эта производная dx по dx0, когда мы в качестве момента времени подставляем тот момент времени, в котором мы берем начальное условие? То есть, иными словами картинка устроена вот так. Значит, вот у нас здесь был момент времени нулевой. Здесь было начальное условие x0. И наш y – это такая штука. Вот у нас здесь есть момент времени t. И наш y показывает, насколько сильно меняется вот этот вот отрезочек. То есть, он показывает отношение длины вот этого отрезочка к вот этому отрезочку. Для данного момента времени t. Теперь, если t – это вот это же положение, если t равняется 0, то чему равняется y. Или иными словами, вот у нас есть функция. Функция, которая нас интересует, такая. Мы знаем, что φ от, допустим, 0x0 равняется x0. Это как раз условие о том, что x0 – это наше начальное условие. А y – это есть dφ по dx0 в момент времени t, x0 при x0 равном нулю. Вопрос. Чему равняется y в нуле? Значит, как сильно меняются длины отрезочков, вот таких, за время 0. Ну или просто вы можете воспользоваться вот этим вот определением и найти y в нуле явно. Так, давайте сделаем перерыв. Какой сделаем перерыв? 10 минут? Давайте 10. Давайте 10. Хорошо. Значит, через 10 минут продолжим. Хорошо. Так, ну что, давайте потихоньку продолжать. Так, все-таки чему равняется производная-то? Значит, вот определение того, кто такой y. И вот некоторая информация про φ. Теперь нужны эти два факта соединить для того, чтобы найти, чему равняется y в нуле. Хорошо. Почему? Вот смотрите, значит, то, что я сейчас хочу, оно находится просто из вот этого вот утверждения, не вот отсюда. Отсюда мы выяснили, что y в нуле равняется c. Наоборот, я сейчас хочу понять, чему равняется c. Для этого я хочу вот из исходной постановки задачи вот отсюда вот понять, чему же равняется y в нуле. Вот этих фактов, на самом деле, достаточно. Продолжение следует... Значит, вот это равенство верно как бы для всех x0. Ну, скажите. Давайте так, постепенно. y в нуле равняется. Давайте воспользуемся вот этим вот. Сейчас. Ноль – это время здесь, да? Ноль – это время. Нулю – да. Нулю? Ну, по идее, да. Нет, подожди, мы вот там равно нулю, это мы подставляем x0, равное нулю. Да. Значит, вот эта штука – это постановка начального условия нулевого. Так, давайте, y в нуле. Значит, чему равняется, давайте, в соответствии с этим определением. Что нужно в скобках написать? Ну, видимо, 0, x0. Да, отлично. Или иными словами, это вот так вот можно записать, да? Что у меня теперь в числителе написано? Все, да, тогда кажется, что d… Ну, раз мы знаем, что f от нуля за пято x0 – это x0, то производная по x0 – это будет 1. Да. То есть единица. Совершенно верно. Ну и, собственно говоря, из вот этой вот интерпретации тоже было мгновенно видно, потому что, ну, как бы, если я стартовал в точке x0, да, потом подождал время 0, куда я приду? Ну, я приду в ту же самую точку x0. Поэтому, если меня интересует производная вот этой функции, которая вот эти точки превращает вот в эти, да, то когда я сдвигаю вот этот момент времени, сдвигаю его назад в начальные условия, то эта функция просто превращается в тождественное отображение. Но, собственно говоря, что здесь и написано? Здесь написано, что при t равном нулю функция φ, если мы ее рассматриваем как функцию своего второго аргумента, то она есть в тождественное отображение. Производная тождественного отображения равна единице. Да, поэтому… Тождественное, потому что у нас решение x равно нулю есть тождественное, да, и мы изгуляем ее. Нет, нет, смотрите, вот это просто следствие того, как мы определяем φ. Мы говорим, что φ – это решение с начальным условием, значит, ну, вот с начальным условием, с вот таким вот. t равняется нулю, а x равняется x0. То есть мы говорим, что в момент времени t равное нулю – это решение равно x0. И поэтому, когда мы смотрим на то, ну, как работает φ с точки зрения того, как она ведет себя как функция своего второго аргумента, своего начального условия, она переводит… Значит, вот у меня есть на оси t равное нулю, какое-то начальное условие, она его переводит в значение функции в момент времени t. Но если t – это само, сам момент времени нулевой, то она просто оставляет все точки на месте, просто потому что это… Ну, просто потому что она ровно так определена. Как у нас φ – это решение с начальным условием, что в нуле оно равняется x0. Вопрос. Куда оно переведет точку x0, если мы подождем время 0? Поскольку мы ждем время 0, то оно не успевает никуда точки сдвинуть. А зачем мы тогда подставляем x0 равное нулю? Там можно любое тогда подставить. Вот здесь? Да. Ну, вот это определение y. В определение y мы подставляем x0 равное нулю. Но… Но там и без этого будет единица. Будет. Никто не спорит. Но нам-то нужно было найти вот эту штуку. Это правда, что вот эта штука, что у нее производные единицы во всех точках, не только вот в той точке, которая нас особенно интересует. Это правда. Да. Таким образом, возвращаясь сюда, мы видим, что у нас решение – это просто y от t равняется e в степени минус косинус t. Смотрите, что происходит. Теперь, если я спрашиваю про то, как устроено решение моего уравнения. Давайте попробуем прикинуть, как будет график выглядеть. Значит, вот у меня было уравнение x точка равняется sin t умножить на x плюс x квадрат. И теперь. Понятно, как оно выглядит по y. Для y у нас синусоиды выходят только более вытянутые. Да, ну давайте смотреть. Там, где у нас 0, e в нулевой, да, это единица. Край в минус, оно приближается к 0, она поднятая и вытянутая. Значит, или кt – это e в степени минус косинус t, а про x от t мы знаем вот что. Мы знаем, что оно есть, опять же, я пишу разложение в ряд Taylor, оно есть и x в нуле. Сейчас, не x в нуле, давайте так. x от t, x в нуле. Давайте φ, чтобы я обозначал. Значит, мы знаем, что это и есть φ 0, плюс y от t умножить на x0, плюс O маленькая от x0. Но при этом мы знаем, что вот эта штука у нас просто 0, а y с другой стороны – это вот это e в степени минус косинус t. Давайте построим график e в степени минус косинус t. Значит, давайте сначала построим график минус косинус t. Это будет какая-то такая штука. И как теперь выглядит e в степени минус косинус t? Значит, это минус косинус t. А экспоненты от него, как, собственно говоря, кажется, Андрей уже говорил. Значит, нам нужно, во-первых, отдел сдвинуть там, где косинус был отрицательный, там у нас экспонент все-таки положительный, поэтому нам нужно все сдвинуть вверх. Ну и на самом деле здесь будет такое нелинейное преобразование. Ну как-то так это будет выглядеть. Значит, в тех точках, где косинус принимает значение минус 1, у нас какое значение e в степени минус косинус должно быть? 1 делить на e. 1 делить на e, да, где-то 1 треть. А наоборот, в тех значениях, где близко к единице, мы должны быть, наоборот, где-то в точке e. И картинка должна выглядеть как-то вот так. Я думаю, что как-то вот так она будет выглядеть. Но давайте считать, что какая-то вот такая штука. Вот. И теперь, как из этого сделать приблизительно графики решения моего уравнения? Сейчас, стоп. Что-то здесь не сходится. А, не сходится вот чего. Потому что, на самом деле, y должен быть не такой. Значит, мы знаем, что y в нуле – это, на самом деле, не c. Поскольку косинус нуля – это, на самом деле, единица, то это будет e в минус 1. Поэтому здесь нужно будет еще удомножить на e. Вот. Или единицу прибавить к косинусу. Потому что мне нужно, чтобы и y в нуле был бы… Ну, мне нужно, чтобы вот эта штука в точке x0 равная нулю была бы равна единице. Чтобы вот эта вот штука равнялась бы единице. Потому что иначе у меня начальные условия не выполняются. Поэтому вот такая штука, на самом деле. Ну, неважно. Это в любом случае домножение на код константу. В данном случае на e. И как будет выглядеть картинка вот здесь. Значит, мне нужно просто взять вот эту функцию. Это функция. Да, и мне нужно будет ее еще домножить на e и домножить на x0. То есть у меня получается вот такое какое-то семейство функций. Хорошо, давайте я попробую их сделать с такими же максимумами. Значит, ну вот они просто… линейно перемасштабируются в зависимости от начального условия. Получается что-то в таком роде. И в отрицательную сторону, на самом деле, получится то же самое. Что-то вот в таком роде будет. Не очень я аккуратно нарисовал, но я думаю, идея понятна. Я просто беру вот эту кривую и по-разному ее масштабирую по вертикальной оси и рисую здесь. Вот это и будет примерно моей траектории, точнее, моей интегральной кривой. То есть что здесь можно сказать? Что у нас, например, в тех местах, где у синуса положительная производная, а именно это вблизи нуля и до… До кода здесь это будет? До пи, видимо. До пи пополам. До пи. До пи пополам. Значит, вот здесь от нуля до пи у нас траектории разбегаются, а потом они начинают, наоборот, сходиться друг к другу. Потом снова начинают друг от друга разбегаться, а потом снова начинают друг к другу сходиться. И это, в общем, то, что можно ожидать от решения вот такого уравнения. Вишет, вот у нас график уже x по t вышел. Ну, это вышел график, на самом деле, это вышел график вот чего. Значит, вот это, это график… Интегральных кривых. …y от t умножить на x0. Вот чего это график. Ну, интегральные кривые, да? Это интегральные кривые, да, но это примерно интегральные кривые. То есть это решение линеаризации или что-то то же самое, это приближенное наше решение вот этого настоящего уравнения. Ну, собственно говоря, давайте даже посмотрим, насколько все это похоже на правду. Давайте просто нарисуем эти картинки. Чего у нас есть же? Способ нарисовать решение. Так. Сейчас, а насчет этих систем неоднородных, я же правильно понимаю, у нас, кажется, еще был способ насчет них, что можно сказать, что заменить t условно на какой-нибудь z и сказать, что производная z по t равна единице. Да, это можно так сделать, но оно нам здесь ничем особенно не поможет, потому что… Но оно поможет тем, что у нас вместо интегральных кривых нужен фазовый портрет, а фазовый портрет легко строится при помощи string plot. А, это да, это да. Это можно такое сделать. Ну, давайте, может быть, просто ручками сейчас все это сделаем. Кстати, а вот пока вы пишете, мне просто любопытно стало, вот когда у нас время идет не постоянно, скажем, в каких-нибудь уравнениях, в теории относительности там как-то так и сделают, заменяют, говорят, что есть какое-то условно истинное время, а t в уравнениях заменяют на что-то? Честно говоря, я совсем не специалист по теории относительности. Знаю только то, что там… Ну, то есть там нет никакого истинного времени, там есть как бы разное время, и вы можете заменить одно время на другое время при переходе к другой системе координат. координат. И при этом самое главное, что все физические законы при этом должны сохраниться. Что если у вас был закон, записан какой-то формулой в одной системе координат, то он той же самой формулой должен записываться в другой системе координат. Вот. Но большего я вам сейчас не скажу. Я совершенно не помню почти ничего про теорию относительности. Так. Значит, чего мы хотим. Ну, давайте с IP-интегрейт. ОДИНТ. ОДИНТ умеет не автономную систему рассматривать. Значит, чего у нас здесь за уравнение. m по синус t умножить на x плюс x квадрат. Да ладно. И давайте посмотрим. ОДИНТ. Значит, ОДИНТ. Ф. X 0. Так, похоже на правду. ОДИНТ. ОДИНТ. Что это такое? О, смотрите, какая красота. Интересно, почему она не симметричная. ОДИНТ. Да, ну, видимо, она действительно не симметричная. За счет вот этого x квадрата как раз. Давайте время сделаем побольше. Вот, значит, это решение нашей настоящей системы. Ну, и давайте для примера здесь же… Давайте пусть это будет… И давайте здесь же нарисуем наше линеризованное решение. Значит, линеризованные – это экспонента минус косинус t плюс 1. умножить на x 0. Давайте покрупнее сделаю картинку. Ну, вот, собственно говоря, видно, что когда x 0 действительно маленький, видно, что наше линеризованное решение действительно проходит близко к настоящим. А когда x становится большим, отклонение становится более заметным. В частности, вот эта асимметрия, которую мы видим. Значит, у нас для линейного уравнения все должно быть симметрично. А для нелинейного видно, что здесь возникает эта асимметрия, которая связана как раз с нелинейностью, с этим x квадратом. Но, в принципе, вроде как бы теория работает. Похоже на правду. Нужно взять еще поближе к началу координат, посмотреть. Ну, вот смотрите, какая красота. Видно, что здесь прям совсем хорошо приближается. Надо сказать, что это работает до тех пор, пока мы рассматриваем какие-то конечные промежутки времени. Потому что для каждого момента времени, вообще говоря, то разложение, которое мы писали, там есть остаточный член, и он в разные моменты времени может быть разным. И как бы до каждого конкретного момента времени он там является маленьким по x0. Но если вы время стремитесь к бесконечности, это, вообще говоря, не факт. Что это движение будет по-прежнему хорошо работать. Но в данном случае будет хорошо работать, потому что у нас сейчас все периодично, и ничего страшного не происходит, когда время стремится к бесконечности. Вот. Ну, то есть, смотрите, чего мы получаем. Что нам, в принципе, достаточно, если нас интересует окрестность какой-то точки, в которой вы знаете решение, вас интересует решение с близкими начальными условиями, то, в принципе, нам достаточно решить уравнение в вариациях, и мы получим какое-то вот такое неплохое приближение. Понятно, что оно будет работать не везде, но, по крайней мере, мы сможем отвечать на вопрос такого вида. Правда ли, что близкие точки, правда ли, что они с течением времени сближаются или они, наоборот, расходятся? То есть, правда ли, что мы находимся где-то вот здесь или что мы находимся в каком-то вот таком вот участке? Мы можем просто посмотреть на знак производной линеризации и там все это увидеть. Вот. Ну, давайте еще один пример рассмотрим. Значит, как стало чуть более понятно, как все эти уравнения в вариациях работают. Давайте, на самом деле, еще одну сейчас штуку покажу. Еще один способ вывести уравнение в вариациях, а заодно не только его. Значит, еще один способ вывести уравнение в вариациях. Значит, вот давайте снова у нас есть уравнение. Х точка равняется f от tx. И давайте сразу скажем, что у нас функция f разложена в ряд. Значит, давайте считать, что у меня f от tx. Это есть какая-то функция. Ну, давайте считать, что это есть какой-то b. Значит, я раскладываю его в ряд. Опять же, при фиксированном t по x. То есть у меня возникает какая-то b от t. Давайте b0 от t плюс b1 от t. Давайте сейчас для простоты я буду тоже считать, что я, что у меня есть. Сейчас как бы это попроще сказать. Итак. Значит, здесь у меня есть какое-то... Пусть у меня есть решение с начальным условием. Значит, есть решение с начальным условием. x в точке t0 равняется x0. Обозначим его... f tx0. И сейчас я раскладываю это решение в окрестности вот этой вот штуки. Значит, здесь у меня должно быть... Нет, что-то не хочу я сейчас это все так писать. Давайте, может быть, я попозже про это скажу. В другом примере. Давайте лучше сейчас разберем еще один пример, уже связанный не с уравнением в вариациях, а связанный с... То есть связанный с уравнением в вариациях, но не по начальному условию, а по параметрам. Давайте представим себе, что у нас есть какое-нибудь вот такое решение. Вот такое уравнение. x с точкой равняется x плюс μ t плюс x квадрат. И меня интересует решение с начальным условием x в 0, равным 1. И меня интересует вот какая вещь. Значит, у меня есть сейчас x от t μ. и я хочу найти dx по d μ премью, равным 0. То есть смотрите, а что здесь происходит? У меня теперь есть уравнение, в котором есть параметр. И на самом деле, если этот параметр не нулевой, то как решать это уравнение, не очень понятно. Оно не является уравнением, разделяющимся с переменными, не является линейным уравнением. В общем, жизнь становится не очень хорошо. Но если μ равняется 0, то тогда это простое уравнение. Его можно явно решить. И дальше я хочу понять, как мое решение зависит от параметра. Вот если я сделаю параметр не нулевым, но каким-то близким к нулю, что будет происходить? То есть, иными словами, я хочу найти вот такую вот штуку. Теперь у меня начальное условие фиксировано, начальное условие я не трогаю, а трогаю я, меняю ее параметры. Давайте посмотрим, что будет происходить в этом случае. В принципе, можно было бы заменить, добавить параметр в качестве новой фазовой переменной. Но я сейчас этого не хочу делать, а я хочу в явном виде по аналогии с тем, как мы находили решение по, как мы находили уравнение в вариациях для решения, для производного решения по начальному условию. Я хочу точно так же выписать уравнение для вот этой штуки. Обозначим. у от т, это есть... Хорошо, я раньше эту штуку обозначал фи, давайте я сейчас тоже буду обозначать фи. Значит, опять же, dфи от т по мю, у меня нужно это продифференцировать по d мю, и взять, подставить мю, равную нулю. Ну вот, давайте найдем уравнение на эту штуку. То есть, мне нужно взять вот такую вот штуку и навесить ее вот сюда. И что хочется дальше сделать? Что мы делали, когда выписывали уравнение в вариациях для производного решения по начальному условию? Какой следующий шаг? Какой следующий шаг? Значит, у меня есть дифференцирование по времени, а еще у меня есть дифференцирование по мю. И при этом про фи мы знаем, что оно решение вот такого дифференциального уравнения. То есть, это означает, что что мы знаем про фи? Какую информацию про фи мы знаем? Что нам говорит тот факт, что фи является решением этого уравнения? Раз фи или с решением этого уравнения, это означает, что мы знаем его производство по кому? По какой перемене? По t. По t. А у нас здесь написано производное по мю, но зато вот здесь есть производное по t. Значит, чего мы хотим сделать? Поменять производные местами? Поменять производные местами. Совершенно верно. Давайте поменяем местами. Что у меня теперь записано под дифференцированием по мю. Какая штука записана? Хорошо. Чему равняется dфи от t мю по dt? В смысле наоборот? d по d мю от чего-то там. Нет, но я сейчас хочу вот эту вот штуку. Почему она там? Это x плюс мю на t на x по d плюс d. Да, совершенно верно. Мы знаем, что это решение, поэтому нужно просто поставить правую часть. В правую часть чего нужно поставить вместо икса? вместо икса. Вместо икса x0 и равно 1 значит единицу? Ну, это не факт. Это не факт, но давайте по крайней мере поймем. Значит, мы здесь вместо этого икса должны подставлять саму вот эту фи. Правильно? По крайней мере, ясно, что подставлять вместо мю. Ну, сейчас, до подставки мю мы сейчас дойдем. Пока что нам нужно, мы не можем подставлять мю до тех пор, пока мы производное не посчитали. У нас сначала идет вычисление производное, потом постановка мю равная 0. Сейчас, зачем мы тогда что-то подставляем вместо икса? Мы же должны просто подифференцировать про мю. Не, ну, сейчас. Просто, если я сейчас здесь напишу просто х плюс мю t плюс x квадрат, будет непонятно, куда это... Ну, как, у нас же что является производной... Что происходит, если я вот это фи подставляю вот в это уравнение? У меня слева возникает производная фи, а справа возникает вот эта формула, в которой вместо икса подставлена вот эта фи. Поэтому здесь я должен сейчас написать так, что это будет фи от t мю плюс мю t плюс фи от t мю в квадрате. Правильно? Ну, давайте теперь эту штуку дифференцировать по мю. Что будет получаться. t плюс вот эту фи в квадрате. Не только. там видим еще плюс д фи т мю по д мю. Да, первое слагаемое тоже зависит от мю. А мы же частную производную берем. Ну, да, но что значит, что мы берем частую производную? Значит, это означает, что мы дифференцируем не по времени, а по мю. Но вот эта слагаемая тоже зависит от мю. вся вот эта вот штука это функция двух переменных t и мю. Но когда мы ее определяем, у нас вот эта вот слагаемая тоже вносит в квадрате в зависимость по мю. Но ведь когда мы берем частную производную, можем то, что зависит от мю, все равно сказать, что оно как бы и не зависит. Нет, почему? Мы можем то, что зависит от t сказать, что оно не зависит. Мы игнорируем зависимость от t. А зависимость от мю нам нужно учитывать в полной мере. Сейчас, а почему мы в зависимости от t можем проигнорировать и от мю? Ну, ровно потому, что мы дифференцируем по мю. Но ведь сам вообще t тоже зависит от мю. Значит, это зависит от мю. Ну, после решения уравнения можно выразить t через мю. То есть оно там вряд ли будет однозначно присоединяться. Смотрите, это опять же та же самая история, что была в прошлый раз, когда вы хотели x, когда вы говорили, что у вас x связан с t. Значит, я говорю, что нет, это не так. У нас для каждого значения мю есть свое решение, которое зависит от t. И вот эта вот функция phi от t мю, у нее есть два независимых аргумента t и мю. А, и мы как говорим, что у нас комиуму дифференцируем, при этом считаем, что только решение зависит от t, что все изменения в решении, которые мы проигнорировали, мы запишем насчет t. Ну, что значит, мы ничего не игнорируем. Мы говорим, что нас интересует, что происходит, когда мы меняем мю. Вот у нас есть параметр, у нас есть решение phi, мы берем фиксированный момент времени t, мы его зафиксировали, и дальше нас интересует, опять же, у нас картинка вот такая. Вот теперь у меня есть фиксированная точка стартовая, но дальше в зависимости от мю, в момент времени t мы можем прийти в разные точки. Вот, допустим, вот это мю равное мю 0, вот это мю равное мю 1, а вот это мю равное мю 2. В зависимости от мю мы попадаем в разные точки в момент времени t. t мы зафиксировали и смотрим, как вот эта точка зависит от выбора параметра. Вот, поэтому тут все пока честно. Значит, что у нас тут дальше получается? Прибавить, значит, теперь нам нужно вот эту вот штуку продифференцировать по мю. Значит, что получается? Получается t плюс fi квадрат t мю. Значит, и что еще нужно сделать? Значит, в принципе, здесь у нас производное произведение, поэтому формально нужно еще написать мю умножить на производную вот этой штуке. И вот теперь подставить мю равную нулу во все это дело. почему я не стал что-то производную считать? почему я ее так оставил в виде производной? Там только надо написать помилу, да? Ну да. В общем, я ее так оставил в виде производной. Пройдется ли нам ее посчитать? на самом деле, что мы дальше с следующим действием сделаем. Мы поставим мю равную нулю. Поэтому на самом деле вот это все слагаемое просто обнулится. Поэтому я ее не стал считать. Давайте поставлять мю равную нулю, что будет. Во что превращается вот это первое слагаемое при постановке мю равного нулю? Штука. совершенно верно, да, это просто Y КТ. Так, что у нас там дальше? написано. Так, сейчас, стоп, я, по-моему, какую-то ерунду написал. Я должен продифференцировать вот эту штуку по мю. А, нет, не ерунду, все нормально написал. Значит, здесь такая штука. Дальше у нас есть вот этот T плюс здесь фи-квадрат T, и нам нужно подставить сюда мю равную нулю. и все. То есть у нас сейчас получилось вот такое вот уравнение. Y с точкой равняется Y плюс T плюс фи-квадрат от T0. Вот. Проблема в том, что мы в этом уравнении, это уравнение пока что не можем решать, потому что мы не знаем, кто такой фи-квадрат от T0. Но смотрите, кто такой фи-квадрат T0? Это решение нашего уравнения премью равным нулю. Как это уравнение выглядит? Премью равным нулю и как оно решается? уравнение? Премью равным нулю во что превращается уравнение? значит, найдем. уравнение 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 x-точка равняется x плюс мю T плюс х-квадрат квадрата. премью равняется нулю превращается во что? просто уравнение уравнение x-точка равняется x чему равняется fiat T0? значит, нам нужно решение вот этого уравнения как оно выглядит так, давайте скажите я верю в то, что вы умеете решать уравнение x-точка равняется x ну это вроде как экспоненты экспоненты, да значит, какое у нас там было начальное условие? x0 равняется единице значит, какое будет решение? видимо, совсем просто е в степени x да, но только не x а t е в степени t совершенно верно так то есть, смотрите вот это вот как раз тот случай когда при мю равном нулю уравнение решается гораздо проще чем при мю не равном нулю и вот мы его явно можем это решение найти ну, давайте теперь посмотрим чего у нас здесь получается такое написано значит, у нас возникает такая штука y с точкой равняется y плюс t плюс е в степени 2t вот возникло вот такое уравнение на y это линейное уравнение но неоднородное линейное уравнение вот эта вот штука это неоднородность это неоднородное линейное уравнение то есть уравнение вида y с точкой равняется a от t y плюс b от t значит неоднородное линейное уравнение можно решать с помощью метода вариаций постоянных я не помню по-моему я рассказывал по методу вариаций постоянных ну, тут собственно говоря конкретно это уравнение можно решать по-разному но давайте воспользуемся более универсальным методом значит решим его с помощью вариаций постоянных а именно мы на первом шаге решаем однородное уравнение значит однородное уравнение это просто в данном случае y с точкой равняется y мы просто отбрасываем правую часть какое его решение е в степени t да но поскольку мы сейчас пока что ничего не говорим про начальные условия то нужно умножить на констант теперь ищем решение неоднородного в виде c от t до e в степени t то есть я как бы теперь разрешаю константы меняться с течением времени и получается вот такой вот вид собственно говоря я ожидаю что из-за того что константы меняются я как раз и у меня выскочит вот эта самая неоднородность давайте посмотрим что получается значит что у меня в левой части написано сейчас если у меня y от t это вот эта самая штука что написано в левой части значит y с точкой шуму равняется y с точкой это y c на e в степени t c на e в степени t но не только оно поскольку c сейчас тоже зависит от времени возникает второе слагаемое дифференциальное произведение получается вот такая штука и поставляем в правую часть че здесь получается c на e в степени t плюс t плюс e в степени 2t 2t у нас радостно вот эти вот штуки сокращаются так всегда бывает и остается вот такое уравнение на c c с точкой на e в степени t равняется t плюс e в степени 2t или c с точкой равняется e в степени чего здесь у нас будет t на e в степени минус t плюс e в степени t еще мы проверим как вы умеете интегрировать почему равняется вот такая штука чем равняется от интеграл давайте здесь два слагаемых одно слагаемое совсем просто а другое чуть-чуть посложнее значит как найти интеграл от e в степени минус t dt какие методы интегрирования вы знаете да здесь точно сложение выполнено правильно это вроде правильно так чему равняется интеграл t в степени минус t dt это и 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 Проходили интегрирование? Проходить-то проходили, но проходили мимо. По-моему здесь можно внести t в dt. t в dt можно, только бесполезно. Или e в dt. Как называется метод? Замена переменной? Нет, здесь не нужна замена переменной. Здесь нужно сделать немножко другую штуку. Но да, вы правы, как называется, но там интегрирование по частям и что-то с заменой. Интегрирование по частям, да. А когда e в dt в dt вносится, это разве не замена переменной? Ну и так и так. Обозначение можно использовать для того или другого метода. Ну давайте я напомню, что такое интегрирование по частям. Вот если у вас есть произведение двух функций, если вы продифференцируете, то вы получите f' от x g от x плюс f от x g штрих от x. Правильно? И теперь можно, вот это равенство можно продифференцировать. Простите, это равенство можно проинтегрировать в dx. Получится вот такое утверждение. Теперь смотрите, что написано в левой части. Написано интеграл от производной какой-то функции. Что это такое? Что будет, если я проинтегрирую производную? Ну, у нас получится просто f от x на g от x с одной стороны, а с другой стороны сложно. Ну да, с точностью до константы. Но давайте я, может быть, сделаю так сейчас, чтобы с константами не возиться. Давайте я сразу перенесу, значит, вот этот интеграл справа представлю в виде суммы двух интегралов и перенесу один из этих интегралов в другую сторону. У меня будет вот так. И я перенесу один из этих интегралов в другую сторону. Например, вот так. Теперь, значит, слева первое слагаемое. Это просто, как вы сказали, f от x умножить на g от x. И вот, собственно говоря, получается такая формула, что интеграл f от x g от x dx равняется интеграл f штрих. f от x g от x вычесть интеграл f штрих от x g от x dx. Вот она, эта самая наша формула интегрирования по частям. Ну, и другой способ ее записывать такой. g штрих от x dx можно записывать как dg. Поэтому иногда пишут вот так. Иногда пишут вот так. Вот. Ну, собственно говоря, что позволяет эта формула? Она позволяет как бы перекидывать производную с одного сомножителя на другой сомножитель. То есть если вы можете представить один сомножитель в виде производной чего-то, то тогда вы сможете эту производную потом перекинуть на другой сомножитель. Вот. Ну и давайте смотреть, какой сомножитель мы хотим представлять в виде производной здесь и куда мы ее хотим перекидывать. у нас есть два варианта либо вот это множество представить в виде производной чего-то а потом это перевод перед производной перекинуть на эту экспонент либо наоборот экспонента представить в виде производной чего-то потом это производной перекинуть вот на это т какое из этих действий приведет к упрощению интеграл ну кажется что производная т это один поэтому Мы хотим представить в виде производной e в степени минус t. Да, как его представить? Какая функция производная равна e в степени минус t? Минус 1 на e в степени минус t? Это слишком сложно. К тому же 1 на e в степени минус t это все равно, что e в степени минус t. Ну да, в принципе, то, что вы сказали, кажется тоже правдой. Нет, сейчас, в общем, короче говоря... Я еще на минус 1 умножаю. Короче говоря, вот. Да. Давайте точку поставлю. Вот. Теперь мы эту производную перекидываем на другую переменную. И получается такая штука. То есть, значит, с точки зрения нашего интегрирования по частям у нас... Вот это... Значит, что мы тут делали там? Значит, вот это, это наше f. А вот это... Это g. Поэтому теперь нам нужно сказать, что это есть t на... Так, минус. Минус t на e в степени минус t. И вычесть. Интеграл. Значит, я должен перекинуть дифференцирование на t. Оно там после этого просто превратится в константу. И... Точнее, даже в единицу. И у меня остается просто вот такая штука. Вот. Ну, а это уже несложно решается. Значит, что здесь получается? Минус t в степени минус t. И что получается? Теперь мы интеграли. Вот. Значит, интеграл от минус e в степени минус t. Минус e в степени минус t? Почти, только без минуса. Но минус у нас сохраняется, который был перед интегралом. А здесь там вот так вот останется. Ну, потому что когда мы... Когда мы дифференцируем этот e в степени минус t, вот этот минус как раз вынесет. И плюс константа. Значит, что... Ну, давайте я напишу, скажем, что это какая-нибудь c0, чтобы не путать ее с той константой, которая у нас зависит от времени. Вот. Так, ну, давайте. Значит, это был интеграл от первого слагаемого. Интеграл от второго слагаемого чему равен? Просто e в степени t, да. Значит, получается вот такая штука. Минус t, e в степени минус t, минус e в степени минус t и плюс e в степени t. Вот. Ну, и, собственно говоря, теперь можно написать, чему равняется наш y. Давайте это все интегрирование, интегрирование. Давайте я скопирую. Значит, вот эту штуку нам нужно ее все еще умножить на e в степени t. Поэтому чудесным образом возникнет такая штука. Значит, y от t равняется c от t на e в степени t. Значит, минус t, e в степени минус t. А откуда все вот эти вот слагаемые или там равно после e в степени? Джуэрные минусы это равно же, который только что был написан? Да, это равно. Значит, и получается минус t, минус 1 плюс e в степени 2t плюс c0 на e в степени t. Значит, вот мы решили наше уравнение. И, собственно говоря, последнее, что нам остается сделать, это понять, как устроено, чему равняется c0. Как устроено начальное условие. Давайте смотреть. У нас y, давайте вернемся в определение y. Значит, y это вот такая штука. Вопрос. Что вы можете сказать про dy по dμ при t равном 0? Ну, точнее, не dy по dμ, конечно. dφ по dμ. Значит, если мы знаем, что у нас φ в точке 0μ равняется... Значит, у нас вот такое начальное условие. Значит, φ в точке 0μ равняется 1. Чему равняется вот такая штука? Значит, это y в 0. Чему он нравится. Давайте. смотрите фи это решение вот этого уравнения с начальным условием x 0 и равняется единиц чему равна его производная помил в нуле что вот у меня было была какая-то такая штука это у меня есть . 01 я из нее выпускаю разные решения которые которые разные потому что они решения разных уравнений они решения вот этого уравнения с разными и дальше кто такая моя dx подымем значит вот у меня есть время t и меня соответственно интересует то как вот эта точка зависит от меня двигается здесь вверх-вниз потому что решение меняется решение менять сможет систем меняется и опять же вопрос как она зависит от вот эта производная это та штука которую я обозначаю через и к вопрос если ты равняется нулю то есть если я выбираю в качестве вот этой вот прямой вот эту прямую что мы можем сказать в этом случае про производную решение помню чему она равна ну или опять же можно воспользоваться определением y и вот этим условием нулей единица почему единица потому что единица всюду для любых мю нигде не меняется так значит чем мы равны ее производная по мю нулю нулю совершенно верно да если мы если мы выбираем вот эту прямую то здесь как бы вот мы стоим в этой точке мы в ней же и стоим у нас начальное условие ну вот мы так его выбрали мы говорим что у нас вот это вот начальное условие оно от мю не зависит оно могло бы зависеть от мы могли бы сказать что давайте у нас одновременно от мю зависит не только из не только система но и параметр но и начальная не только система зависит от параметра но и начальное условие зависит от параметра такое бывает тогда производность была бы не нулевой но в данной постановке когда у нас начальное условие от параметра не зависит в данной постановке решение нулевое производная вот эта нулевая а значит возвращаемся сюда вот мы нашли эту игрек от и и значит у нас есть начальное условие игрек 0 равняется нулю и значит чему равняется c0 чем уравняется ценой как вот у меня игрек от и она зависит от ценовой и у меня нужно что выполнялся это условие как этого добиться уже давайте поставим сюда т равное нулю посмотрим чего будет чем будет ну давайте последний шаг остался подставьте да че здесь получается если я сюда поставляю т равную нулю минус 1 плюс е плюс c0 почему е в степени 0 так что там плюс 1 видимо c0 в итоге останется потому что эти скрипятся да остается вот такая штука это просто c0 поэтому если мы знаем что игрек 0 равняется 0 то ценой равняется тоже буду поэтому в конечном итоге наш игрек от и то есть вот такая штука минус ты минус 1 плюс е в степени 2t и это ответ это и есть наша зависимость решение по параметра премьер равна 0 смотрите чем мы здесь воспользовались мы воспользовались тем фактом что премьер равном нулю наше уравнение решается просто у него есть простое решение которое мы явно находим а при ненулевых мио получается ну вот какое-то другое уравнение которое мы уже в явной форме наверное бы даже бы и не решили но зато приближенно найти его решение мы можем благодаря тому что мы теперь знаем вот эту производную и это означает что мы понимаем как скорректировать наше решение пока не в первом приближении если значение параметра будет не нулевым мы знаем куда в какую сторону отклоняется наше решение и насколько силе сейчас вот такой вопрос я же правильно помню что если у нас есть уравнение там x точкой ну или система для x это век даже скажем что x это вектор и у нас есть система x появляется некая матрица а умножить на x и плюс b то мы не так умеем решать линейную просто x плюс b мы тоже умеем делать но если у вас а и b это фиксированное то да там просто сдвигаем системы координат это делается но в данном случае у нас важно что b это штука которая зависит от времени у нас здесь не автономная не автономная ситуация и поэтому значит вот это вот вот это вот давалочка вот это вот бешечка она зависит от времени из-за того что сейчас я просто на зависит от времени вот я как раз пытаюсь понять а при этом если b не зависит от времени то это мы можем сделать для только для линейной или вообще для любой системы это это что зная решение для зная решение для 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 системы x точкой равняется f от x плюс короче говоря вы спрашиваете следующее правда ли что если добавить правую часть какого-то уравнения константу то от этого грубо говоря ничего страшного не произойдет нет 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 это верно только для линейных уравнений для нелинейных это вообще говоря неверно там может произойти что-нибудь ну ну вот вот представьте себе что у нас вот такая вот система помните мы обсуждали что у нее решение качественно меняются когда вы меняете эпизу поэтому тут нет нет надежды считать что у нас там решение просто сдвинет или что-нибудь в этом роде вот линейные штуки до линейные с линейными в этом смысле все гораздо проще вот ну вот по камере мы рассмотрели пару примеров на самое на уравнение вариациях и нахождение сравнение вариациях по начальному условию уравнение вариациях по параметру вот уравнение вариациях по начальному условию всегда приводит к появлению автономного уравнение линейного а уравнение вариациях по параметру как видите может привести к появлению аппетит не не я я говорился и сравнение вариациях по начальному условию приводит к появлению неоднородного уравнения по параметру может привести к появлению неоднородного уравнения, как мы здесь видим. Но, к счастью, линейное уравнение все-таки проще анализировать, чем нелинейное, поэтому это в любом случае большое подспорье. Хотя, как видите, иногда приходится чуть повозиться. Прямо, скажем, мы не сильно здесь повозились, нам нужно было найти один интеграл по частям. Вот. Ну, все тогда на сегодня. Я вам придумаю какую-нибудь домашку про уравнение в вариациях. Спасибо. До свидания. До свидания. Пытаюсь понять, как можно было бы решать неоднородное уравнение методом замены t на какое-нибудь, я не знаю, замены t на u и сказать, что ut с точкой равна 1. То есть это явно будет работать для линейных? Ну, нет, здесь это вам ничем не поможет. Здесь это вам ничем не поможет. То есть это как бы теоретически полезно помнить о том, что неавтономность сводится к автономным добавлениям одной фазовой переменной. Но проблема в том, что когда вы добавляете одну фазовую переменную, вы пропорционально увеличиваете сложность решений. Поэтому этот трюк вам тут ничем не поможет. Решить уравнение проще не станет. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.